Индия. В 20 километрах югу от города Дели, на площади древнего индийского храма Кудминар, стоит уникальная колонна из чистого железа. Она была изготовлена 16 веков назад. Высота колонны более 7 метров, вес около 6 тонн. В основании ее легко можно охватить руками. Наверху она украшена орнаментом. По внешнему виду она однородная. Скорее всего ее не ковали, она была отлита. Откуда древние индийцы взяли столько химически чистого железа до сих пор остается загадкой. Возможно уникальный материал имеет внеземное происхождение. Каким методом древние металлурги изготовили древнюю колонну неизвестно. Температура плавления железа такого сплава свыше 1500 градусов в вакууме. В 4 веке так могли делать? Вряд ли. В 1739 году в столб было выпущено пушечное ядро, не причинившее ни малейшего вреда столбу. В 2002 году столб обследовали и пришли к выводу, что он как-то странно реагирует с атмосферным воздухом. Обычно железо, вступая в реакцию с влагой, вырабатывает оксид железа, что называется ржавчиной, то этот столб делает нечто странное. Соприкасаясь с влагой, он вырабатывает необычное вещество, мисовид, которое нигде до этого не встречали. Это вещество образует защитное покрытие всей поверхности столба и защищает его от коррозии. В состав колонны 98% железа, 1% фосфор и 1% сплав ваджа-сангата. Этот сплав точно описывается в древнеиндийских текстах. 8 частей свинца, 2 части бронзы и 2 части латуни. Именно этот сплав с фосфором выделяет мисовид. Почему ни в каких текстах не сказано про изготовление этой колонны? Представьте сейчас, создали бы что-нибудь, опережающее время лет так на 2000, и об этом бы что, ничего не написали? Кого-нибудь это еще удивляет, кроме меня? На колонне сохранилась надпись на санскрите, посвященная правителю Северной Индии, возможно, Чандрикупте II, датированной IV веком н.э. Почему возможно? Дело в том, что в древних текстах упоминается еще один правитель, Рама, с суффиксом тоже Чандра. Историки предпочитают не упоминать его вообще. Историки утверждают, что это вымышленный персонаж, так как во многих древних индийских текстах говорится, что боги пришли с неба на высококонологичных летательных машинах, и Рама Чандра улетел с ними. А как вам этот участок дословного перевода? Царь ушел в другой мир в настоящей форме, то есть физически. Эти слова полностью игнорируются историками. И еще вопрос. Как столб связан с огромной башней Кубминар, что находится рядом? Знаете ли вы, что если убрать современные подстройки над ней, то башня окажется ровно в 10 раз выше железного столба? Столб 7,21 метра. Башня 72,1 метр. В Индии ходят многочисленные легенды о целительных свойствах колонны. Больному достаточно прикоснуться и постоять полчаса и исцелиться. Не знаю, насколько это работает. Итак, что же это? Исцеление? Или скрытая угроза? А может послание из космоса? Или привет из прошлой цивилизации? Мы об этом, возможно, не узнаем никогда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!